Какие обезболивающие препараты применяют после удаления опухоли и метастазов печени при химиотерапии? Сейчас идет шестой курс сильной боли рук, ног, внутренних органов. Все имеющиеся и доступные на сегодняшний день обезболивающие препараты могут применяться. Сейчас применение сильных обезболивающих строго регламентировано. Их назначает только онколог по месту жительства, поэтому обсуждайте эти варианты, пожалуйста, с ним. Про анализ MSI я уже рассказывала. И еще один вопрос, который здесь в ленте. Добрый день, прямой кишке удалили опухоль. Третья стадия в органах метастазы не нашли, но из 17 удаленных лимфоузлов 6 нашли метастазы. Химиотерапию делать не могут, есть патология в сердце. Что делать? Не делать химиотерапию. К сожалению, и к хирургическому лечению тоже могут быть противопоказания. И хотя мы понимаем, что есть человек, у него есть опухоль, и эта опухоль неминуемо приведет к гибели этого человека, бывает, когда мы отказываемся проводить операцию, потому что понимаем, что человек не перенесет это хирургическое вмешательство. Просто сама операция будет губительна для этого человека. То же самое и с химиотерапией. Химиотерапия на самом деле это достаточно тяжелое и очень трудное лечение, которое влияет на практически все органы и системы организма, и влияет не в лучшую сторону. И кардиотоксичность, то есть негативное влияние на сердце, одно из главных таких серьезных осложнений и противопоказаний для проведения химиотерапии. Поэтому если ваш доктор считает, что от проведения химиотерапии будет больше вреда, чем пользы, наверное, стоит с ним согласиться. При третьей стадии колоректального рака химиотерапия проводится, ну, по сути, в профилактическом режиме, потому что вы пишете, что по данным обследования нет подтвержденных метастазов в отдаленных органах. Это значит, что нет видимых очагов. Но нельзя исключить, что есть какие-то мелкие очаги, которые пока еще не видны. Но также нельзя исключить, что их, в принципе, нет. Поэтому на самом деле третья стадия, она такая, третья стадия под вопросом, или такая, скорее всего, третья стадия. Может быть, четвертая, а может быть, третья. И вот на случай того, что это четвертая стадия, просто которую мы пока еще не видим, и некоторым пациентам проводится химиотерапия. Поэтому в целом проведение химиотерапии при третьей стадии колоректального рака, оно, конечно, показано, но не является вот таким вот абсолютно необходимым. Поэтому если ваш врач считает, что не надо проходить химиотерапию, я с ним согласна. Значит, не надо проходить химиотерапию.